Всем рукодельницам огромный привет! Вы на канале Олиная нитка, с вами Оля. И сегодня я покажу вам, как вязать вот такую повязку на голову патентным узором, который называется патентная сетка. Для работы нам потребуется полушерстяная пряжа. У меня это от Пехорки. Полушерст зимняя премьера. В 100 граммах 150 метров. Достаточно толстая ниточка. 50% мериносовой шерсти. 50% высокообъемный акрил. Вы можете использовать любую другую, которая вам нравится. Также для временного набора любая пряжа, которая примерно совпадает по толщине. Спицы подходящего диаметра. Выполним расчеты. Для начала нам необходимо посчитать плотность вязания. Для этого мы вяжем образец и считаем, сколько петель у нас помещается в длине нашего образца. Ну вот, например, у меня получился образец в длину 10 сантиметров и помещается в 17 петель. Также измерить высоту. Высота у меня тоже 10 сантиметров и в 10 сантиметрах у меня 36 рядов. Для того, чтобы посчитать плотность, необходимо количество петель разделить на длину. Получится в одном сантиметре 1,7 петель и в одном сантиметре в высоту 3,6 рядов. Далее я буду вязать повязку шириной 11 сантиметров на обхват головы 56 сантиметров. Для начала мне нужно высчитать, сколько петель набирать. Раппорт узора составляет четное число, поэтому мне необходимо будет потом округлить до четного числа. 11 сантиметров я умножу на плотность вязания в петлях, то есть на 1,7 петель. Получится у меня 18,7 петель и я округлю до четного значения, до 18. То есть набирать я буду 18 петель и плюс 2 кромочные петли. Значит, итого я буду набирать 20 петель, включая 2 кромочные. А теперь необходимо посчитать, какой высоты мне необходимо связать повязку, то есть сколько рядов мне нужно провязать, для того, чтобы она хорошо садилась на мой обхват головы. И здесь очень важно понимать, какую степень облегания мы хотим достичь. Буду отнимать 10%. Значит, от обхвата головы отнимаем 10% и умножаем на плотность вязания в рядах, то есть на 3,6 ряда. Вы, соответственно, умножаете на свою плотность вязания. Подставляю данные в эту формулу. Обхват головы у меня равен 56 сантиметрам. Значит, вычитаю 10%. Я сейчас покажу, как я делаю. Мне этот вариант более удобнее, кажется. И умножаем на 3,6 ряду. Теперь смотрите. Вот эти 56 сантиметров минус 10%. Значит, 10% это не что иное, как 0,9 коэффициент. Поэтому 56, то есть обхват головы, можно умножить на вот этот коэффициент. Вот так вот давайте запишем. Значит, 56 я умножу на 0,9. И затем умножу на плотность вязания в рядах. Если вы хотите, чтобы повязка сильнее облегала голову, значит, вычитаем 15%. Если вы любите прям, чтобы потуже было, тогда вычитаем 20% от обхвата головы. Ну вот, наверное, 10% все-таки даже это не средняя степень, да, а легкая степень облегания, да, такое. 15% отнимаем, это средняя степень. И 20% отнимаем, это уже будет такое прям очень-очень плотное прилегание повязки к голове. 50,4 и умножаем на 3,6 рядов. Значит, и вот у меня получается 181,44. У меня также должно быть четное количество рядов, поскольку у меня четное число раппортов. Ну, пускай это будет и так, 180 рядов. Мне необходимо будет провязать в высоту. Так, ну, давайте еще раз. Значит, набираю я 20 петель. 20 петель на спице и вяжу 180 рядов. Так, ну, давайте еще раз. Набираю на спице или крючком бросовой нитью 20 петель. Я буду выполнять набор крючком, потому как мне так удобнее. Итак, 20 петелек. Раз, два, три, четыре, пять, четыре. Я набрала 20 петелек. Отрезаю ниточку. Косичку переворачиваю. Вот у нас лицевая сторона косички. Вот лицевая сторона. Я ее переворачиваю. И на изнаночной стороне мы видим вот такие вот дужки, цепочки. Вот под эти дужки я буду заходить спицами и поднимать петли. Так, первая, вот она, первая дужка. Подняли первую петельку. И так по всей длине цепочки набираем наши 20 петелек. Поднимаем. Обязательно пересчитываем петельки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятна, шестнадцать, семенадцать, восемь, девятнадцать, двадцать. Двадцать петель у меня набрано на спице. Теперь мне необходимо провязать установочный ряд. Установочный ряд я провяжу лицевыми петельками. Первую петлю снимаю, это кромочная петля. И провязываю все петельки лицевыми. Итак, все петли провязываем лицевыми. Этот ряд у нас установочный. Он в узор не входит. Последняя петля, кромочная, мы провязываем ее изнаночной. В дальнейшем последнюю петлю, кромочную, мы провязываем изнаночной. А в начале ряда мы ее снимаем. Поворачиваем вязание. И вот сейчас начинается раппорт узора в высоту. То есть со второго по пятый ряд. Снимаем кромочную петлю. И вяжем следующим образом. Смотрите. Провязываем две лицевые петли. Вот они дальше у нас идет накид. Мы его опять переснимаем. Снова вяжем две лицевые петли. Накид переснимаем. Две лицевые. Накид сняли. Две лицевые. Накид сняли. Две лицевые. Накид сняли. Две лицевые. Накид сняли. Кромочная. Поворачиваем вязание. Третий ряд. Снимаем кромочную петлю. И дальше у нас идет накид. И петелька. Мы их провязываем вместе лицевой. Вот так провязали. А следующую петлю снимаем с накидом, как для изнаночного вязания. Две петли с накидом провязали. Сняли, как для изнаночного вязания. Петлю с накидом провязали. Следующую сняли, как для изнаночного вязания. петля с накидом провязываем вместе снимаем как для изнаночного вязания 2 петли с накидом сняли с как для изнаночного вязания с накидом провязали накид и петлю и последнее сняли с накидом следующий четвертый ряд снимаем кромочную петлю провязываем одну петлю лицевую снимаем накид дальше у нас 2 петли лицевые накид сняли 2 петли лицевые накид сняли 2 лицевые накид сняли 2 лицевые накид сняли и одной лицевой мы завершаем этот ряд провязываем кромочную петлю поворачиваем вязание снимаем кромочную петельку прошлом ряду изнаночном у нас была здесь петля с накидом и мы ее провязывали как вместе с накидом лицевой теперь наоборот смотрите первую петельку вот это мы снимаем с накидом как для изнаночного вязания а дальше у нас идет петля с накидом и и провязываем лицевой вместе с накидом опять снимаем как для изнаночного вязания провязываем петлю с накидом снимаем с накидом провязываем с накидом снимаем провязываем снимаем провязываем снимаем провязываем изнаночную и в этом ряду мы провязываем 2 лицевые до накида накид переснимаем снова 2 лицевые накид перри сняли 2 лицевые накид перри сняли 2 лицевые накид и кромочная петля вот уже в общем то становится виден узор сеточка в итоге он у нас получается вот такой вот это если смотреть вот так горизонтально да как будет расположена но мы вяжем получается в высоту то есть высоту он выглядит вот таким вот образом встретимся когда необходимое количество рядов будет провязана у меня уже готова повязка я провязала необходимое количество рядов высоту и теперь мне необходимо будет переснять на спицы на две спицы я буду использовать чулочные спицы до всего мне их потребуется четыре штуки я до середины сниму на одну спицу и вот это оставшееся число из петель и сниму на другую спицу и если у вас временный набор выполнен спицами то в таком случае вам нужно будет прям распускать по петельке по 1 до если вы как я набирали при помощи крючка то у вас будет очень легко вот эта цепочка распускаться как выполнять временный набор крючком есть отдельное видео на моем канале или же в этом видео еще раз можете пересмотреть его вот так распускаем значит я получается вот три петельки уже пересняла 4 как 5 6 7 8 9 10 так тут что-то нами зацепилась немножечко иначе 10 у меня на одной спицы получится я беру вторую спицу не вот эти вот оставшиеся 10 петель я перевожу на другую спицу так одна мне петля слетела тут немножечко и так дернула аккуратненько на так вот поднимаем вот таким образом ну а с той стороны у нас петли находится на спице поэтому нам их только нужно переснять половину на другую спицу и последняя мне петелька вот она вот так пряжа для временного набора у меня шерстяная поэтому немножко цепляется так все не пересняла петли и теперь с этой стороны я делаю то же самое то есть я сейчас 10 петелек пересниму на вот эту спицу но прежде чем я их пересниму я должна провязать также установочный ряд и провяжу этот ряд лицевыми то есть вот те которые у нас с накидом петли я их провязываю 2 вместе следующую петлю просто провязываю 2 вместе лицевой следующую просто одиночную дам 2 вместе одиночного до двойную провязала одиночную вот чтобы у меня количество петель было равна так и кромочная петля и теперь мне их необходимо вот на одну спицу переснять вот так я 10 петелек сюда пересниму 3 4 5 6 7 8 9 10 все у меня теперь по 10 петель на каждой спице и теперь мне необходимо сложить вот у меня изнаночная сторона видите мы будем выворачивать на лицевую сторону мне необходимо сложить так таким вот образом причем смотрите вот это вот ниточка рабочая она у меня должна быть на вот этой крайней спицы то есть она мне выходит вот туда назад идет я складываю и с этой стороны вот так же смотрите и вставляю значит вот так смотрим внимательно вот так вот уголками да вот знаете как если ассоциировать со знаками больше и меньше вот мы их навстречу друг другу вот так вот раз и сложили вот что у нас получилось в итоге теперь необходимо отрезать ниточку где-то полметра будет вполне достаточно отрезали я возьму крючок троечку спицы у меня номер четыре так и смотрите видно было значит я должна захватывать вот каждую петельку 1 до каждую первую петельку с каждой спицы вот у меня одна петля вот с этой спицы я беру петлю со 2 до вот так вот затем вхожу в третью петлю с третьей спицы с четвертой захватываю ниточку и протягиваю через все вот эти вот петельки так вот вот и теперь я их снимаю то есть они у меня провязаны аккуратненько их снимаем чтобы так вот не зацепить соседней все провязано дальше во вторые петельки теперь входим до с каждой спицы вот так вот вот и протягиваем ниточку вот таким образом все снимаем их далее снова входим каждую петельку протягиваем ниточку вот так можно также это сделать иглой но мне вот такой вот способ крючком нравится больше так снимаем то мне уже осталось по 4 петельки на каждой спицы снимаю так вот так по 2 петли осталось и заканчиваем все вот последние петельки у меня я их собираю и протягиваю через них ниточку все завершили останется теперь только спрятать хвостик выворачиваем нашу повязку на лицевую сторону и вот такая вот у нас такой эффект у нас получается в итоге но теперь вот этот вот кончик нити необходимо будет спрятать смотрите мы пришли вот сюда же поэтому немножко подрежу для удобства показа вот значит я беру вот так вот делаю узелочек здесь небольшой и дальше заправляю эти ниточки в разные стороны вот сюда одну вывожу вот можно их вот так вот прям заправить вот сюда так и чтобы не видно было вот так вот их берем не выводим сюда вот так хочет не хочет не хочет никак давайте вот сюда выйти вот в эту дужку затем крючок вводим следующую дужку сверху вот так сверху вниз захватываем ниточку с этой стороны теперь снизу вверх подхватываем протягиваем вот так вот мы прячем хвостики и так далее и так до конца прячем с этой стороны вот эту вот ниточку до нижнюю ниточку прячем вот сюда под эти дужки вот такая стильная и теплая повязка на голову у меня получилось а Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...